Всем привет! И в этом видео хочу вам рассказать и показать свою косметичку, и что же в ней хранится. И эта косметичка у меня на тот случай, когда мне нужно рано утром уйти и поздно прийти. Я должна быть уверена, что все средства со мной, и в случае чего я могу поправить свой макияж. Поэтому, если вам интересно, что же в ней хранится, оставайтесь со мной. Вот так вот выглядит моя косметичка. Вы увидели уже в моих покупках. Она мне очень понравилась, потому что она очень мягкая, достаточно вместительная, очень удобно ее брать с собой, поскольку она достаточно мало занимает место в сумке. Итак, давайте я вам покажу, что же в ней находится. Первое, что находится в моей косметичке, это вот такой вот консилер от Tarte. Вы его уже видели у меня. Я очень часто делала с ним макияж, и он в оттенке Medium. На мой взгляд, это очень удачный консилер. У него очень хорошая консистенция. Он такой, знаете, в меру мягкий, в меру твердый. У меня его осталось совсем чуть-чуть, как вы видите. Он отлично скрывает все покраснения, все какие-то недостатки, круги под глазами. То есть достаточно такая универсальная вещь. Не нужно носить отдельно консилер под глаза, отдельно для каких-то, не знаю, маленьких прыщиков. Он справляется совершенно со всем. Поэтому, кто его где-нибудь, если увидит, то обязательно к нему присмотритесь, потестируйте его. Он очень классный. Далее здесь у меня лежит вот такая вот пудра от фирмы Physicians Formula. Что мне нравится в этой пудре, это то, что она дает очень такое легкое покрытие, которого совершенно не видно на лице. По эффекту могу, наверное, сравнить с метеоритами. Вот так вот она выглядит в боков. Что еще мне больше всего мне нравится, то, что здесь присутствует вот такое вот розовое сердечко, которое можно использовать как румяна. То есть это, можно сказать, средство два в одном, как пудра, так же, как румяна. Далее здесь лежат вот такие вот румяна от Tarte в оттенке Doll Face. Эти румяна, как заявлено, держатся 12 часов. Это действительно так. Они очень такие долгоиграющие у вас на лице. У него достаточно яркий оттенок, как вы видите. Но на щечках они смотрятся очень-очень натурально, потому что такой оттенок, естественно, не передается. Очень красивый розовый оттенок, на мой взгляд. И чем-то похож на маковский оттенок. Я уже, честно, не помню, но напишу внизу. Очень похожи эти оттенки. Ношу себе какие-нибудь кремовые румяны, потому что зимой все-таки хочется что-нибудь такое увлажняющее, наверное. И вот такие вот они у меня достаточно яркие. Оттенок называется Shirt Pink. Этот оттенок уже показывала. Он вот такой вот достаточно яркий. Но когда его, в принципе, распределяете по щечкам, то такой совершенно он нейтральный. И, не знаю, тоже очень нравится, как смотрится на щеках, как они держатся. Классный румяна. Также я, конечно же, ношу с собой какую-нибудь кисточку такую, достаточно универсальную, чтобы можно было нанести румяна и пудру на лицо. Поэтому сейчас у меня лежит вот такая вот кисточка от Too Faced. Вы ее тоже видели, она у меня новая. Очень приятная, нравится. Не знаю, ничего плохого о ней сказать не могу. Хорошая кисточка. И, конечно же, не обойтись зимой без бальзама для губ. У меня лежит вот такой вот бальзам от EOS. Все его, наверное, уже сто раз видели. Вот такой вот он кругленький. Мне нравится, как увлажняются губы с ним. Если они у вас достаточно в хорошем состоянии, не требуется какая-то, не знаю, не требуется очень какое-то сильное увлажнение, то этот бальзам вам, я думаю, подойдет. Последнее, что у меня осталось в косметичке, это две помадки. Первая помада от Armani в оттенке 100. Достаточно такой универсальный оттенок, бежевого оттенка. Не буду делать никакой вам сводч, потому что на губах практически его не видно. Но хорошо увлажняет ваши губы и придает такое, знаете, немного свечения. Очень нравится и, в принципе, помады от Armani достойные по сравнению с другими. Не знаю, мне они очень нравятся. Эта помада от Dior, она такого яркого оттенка. Ее очень сильно видно на губах, если нанести ее достаточно плотным слоем. Вот так вот она выглядит. Я обычно наношу ее очень легко, так чтобы придать небольшой оттенок, потому что если очень сильно накрасить ей губы, то будет как-то, не знаю, не очень красиво, на мой взгляд. Единственный минус, мне она немного подсушивает губы. Но если наносить на какой-то бальзам, то, в принципе, ничего. Все рассказала. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok